Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем красить пасхальные яйца натуральными красителями, а именно куркумой и соком свеклы. Итак, начнем с куркумы. С ее помощью яйца мы покрасим желтый цвет. Я взяла сырые яйца, предварительно помыла их от грязи с помощью пищевой соды, стерла магазинные печати. И еще очень важно, яйца должны быть комнатной температуры, так как они могут в процессе варки лопнуть, поэтому их нужно заранее вынуть с холодильника, чтобы они постояли на столе при комнатной температуре. Наливаю в кастрюлю воду, чтобы они покрывали яйца. У меня 750 мл воды. Я ставлю на огонь. Сыплю 1 чайную ложку соли. Высыпаю сюда 30 граммовую пачку куркумы. И 3 чайные ложки уксуса. Хорошо все надо перемешать. После того, как мы хорошо перемешали, мы берем яйца и с помощью ложки опускаем наш раствор. Нужно делать аккуратно. Ждем пока закипит. После этого мы накроем крышкой и будем варить 10-15 минут. Яйца я варю на среднем огне. Яйца мы сварили. Теперь оставим днем на 2 часа при комнатной температуре, чтобы добиться желаемого цвета. Наши яйца мы перекладываем на салфетку. Я хорошо их вытираю салфеткой. На ватные диски я наливаю немного растительного масла и смазываю яйца, чтобы они приобрели блеск. Результатом я довольна. Хоть яйца окрашены не очень равномерно, но получился насыщенный хороший красивый желтый цвет. Если вы хотите более интенсивный, вы можете продержать в этом растворе намного дольше. А сейчас мы покрасим с помощью свеклы яйца в розовый цвет с фиолетовым оттенком. Я взяла сырые чистые яйца комнатной температуры, это очень важно, чтобы при варке они не лопнули. В кастрюлю наливаю воды и бросаю 1 чайную ложку соли. Включаю, хорошо перемешиваю и ложу яйца. Это делать нужно аккуратно. А когда вода закипит, мы будем варить около 10 минут. А сейчас будем делать свекольный сок. Я взяла пол килограмма свеклы и буду натирать на мелкую терку. А вы можете воспользоваться соковыжималкой. Натерла я свеклу, теперь буду процеживать так с помощью марли. Вы же можете взять сито. Вот сколько сока у меня получилось, пол килограмма свеклы. Сделала я буквально за пару минут, яйца еще у меня варятся. Я взяла 3 стаканчика, как раз на 3 яйца. И сейчас равномерно буду распределять по ним сок. Разлила я весь сок по стаканчикам. Теперь я беру уксус. У меня 9% обычный столовый уксус. Я в каждый стаканчик вливаю, у меня где-то в стаканчике 100 миллилитров. И на каждые 50 миллилитров у меня идет 1 чайная ложка уксуса. Значит сюда соответственно 2 чайные ложки. Уксус я использую для закрепления цвета. Как только яйца наши сварились, мы их сразу же берем и выкладываем в наши стаканчики. Яйца должны быть погружены полностью в наш свекольный сок. Оставляю яйца так на 1 час. Прошел ровно час. Вынимаем наши яйца и ложим на салфетку. У нас получился розово-фиолетовый цвет. Так как краска неустойчивая, их лучше не тереть. А в целом результатом я довольна. И думаю, что и вам понравились эти 2 способа покраски яиц. Хотя пришлось немного потрудиться, но в итоге мы получили красиво покрашенные пасхальные яйца. А самое главное, мы использовали натуральные красители. Всем огромное спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok